Всем привет, ребята! Я знаю, что вы очень любите видео про муравьев, и поэтому я решил специально для вас сделать подборочку из нескольких самых интересных экспериментов с муравьями. Кстати, я хотел напомнить, что у меня есть мой личный телеграм-канал, где я рассказываю о моей жизни, где я сейчас нахожусь и чем занимаюсь. А также я стараюсь проводить там конкурсы и разыгрывать призы. И вот сейчас, благодаря моему помощнику, у меня есть возможность разыграть целых 5 вот таких вот эксклюзивных подставок для смартфона с логотипом моего канала. Условия этого конкурса вы можете найти по ссылке в описании под этим видео. А мы продолжаем. Итак, первый эксперимент с муравьями, который мне очень понравился, это канатная дорога до самого потолка. Для этого мне понадобилась веревка, маленький скотч, ножницы, масло-антипобег, ватная палочка и вот такие вот наклейки под мебель. Итак, берем веревку и один конец привязываем вон туда. От потолка до поверхности стола целых 2 метра. Для муравьев это просто небоскреб Бурж-Халиф. Или как он там правильно называется? Далее нужно открыть крышку на арене формикария и обязательно смазать края арены маслом антипобега, чтобы муравьи не разбежались. Это масло совершенно не опасно для муравьев. Теперь берем две подставочки под мебель, склеиваем их между собой и делаем надрез ножницами до середины кружочка. Просовываем в этот надрез нашу веревку и поднимаем кружочки до потолка. Это будет верхняя площадка нашей канатной дороги. А для того, чтобы муравьи не убежали дальше на потолок, я обмотал веревку куском скотча и смазал его антипобегом. Ну вот, наша супердлинная канатная дорога готова. Опускаем конец веревки на арену, и муравьи сразу же заинтересовались и побежали в верхней веревке. Через пару минут на веревке образовался плотный трафик, прямо как на автомагистрали. Муравьи шныряли вверх и вниз. Видно было, что канатная дорога им очень нравится. Но муравьи всегда ищут какую-то добычу, и поэтому я решил их порадовать и положил мертвого таракана на верхнюю площадку. А еще положил пару семечек, чтобы посмотреть, как они будут тащить вниз семечки и таракана. И вы только посмотрите, один муравей сразу же схватил таракана, который больше его по весу в 20 раз. Но он, конечно же, не рассчитал своих сил, не удержал такую тяжелую добычу и рухнул вниз. Но несмотря на это, муравей не бросил таракана, а продолжал его держать. Получился такой себе скоростной спуск вниз по канатной дороге. Ну что же, ты его заслужил. Я просто немного помогу и переложу таракана на арену. Ну а что касается семечки, то второй муравей взял ее и с легкостью понес вниз по канатной дороге. А мы переходим ко второму эксперименту, для которого мне понадобится обыкновенный песок. Кстати, ребята, я хотел вас попросить, пожалуйста, поставьте лайк под этим видео, ведь я стараюсь радовать вас роликами в это непростое время, и мне очень-очень нужна ваша поддержка. Итак, в этом эксперименте я решил проверить, что произойдет, если вдруг выход из фармикария окажется засыпан песком. Такое часто случается в природе, и мне интересно было посмотреть, как муравьи справляются с таким происшествием. Ну и заодно я сделаю уборку на арене. Я установил лампу над ареной, так как муравьи не любят яркого света, и это позволяет их выгнать с арены. Ну вот, прошло буквально полчаса, и все муравьи уже спрятались. Теперь нужно закрыть выход ватой, и можно приступать к уборке арены. Ну вот, арена чистая, просто приятно смотреть, почти как новая. При помощи картонки отгораживаем кусок арены возле выхода и засыпаем сюда песок, так, чтобы он полностью перекрыл выход. Теперь аккуратненько вынимаем ватку, и разравниваем песок в этом месте. И еще чуток досыпаем песка, чтобы над выходом был слой песка примерно 1 см. Муравьи сразу же обнаружили проблему и незамедлительно взялись за ликвидацию завала. Муравьи работали долго и упорно. Песчинка за песчинкой они убирали завал. На ускоренной записи видно, как потихоньку опускается уровень песка. Видя все это, в очередной раз поражаешься трудолюбию этих маленьких созданий. Субтитры сделал DimaTorzok И вот, наконец, спустя целые сутки муравьи наконец-то вынесли весь песок и освободили себе выход на арену. Просто молодцы! Что тут скажешь? Ну, а мы с вами переходим к следующему эксперименту под названием лабиринт. Да-да, ребята, я решил заморочиться и сделать настоящий лабиринт для муравьев. Я нашел картинку лабиринта в интернете и затем заказал на одной фирме, чтобы мне вырезали лазером из фанеры точно такой же лабиринт, как на рисунке. И вот, что у меня получилось. Затем при помощи дрели я просверлил отверстие в боковой стенке и подсоединил к лабиринту трубку. А уже эту трубку подсоединил к формикарию. Ну, и в самый дальний угол лабиринта я насыпал семян, которые так любят муравьижницы. Накрываем лабиринт стеклом, подсоединяем трубку и муравьи сразу же устремились в лабиринт. Вот они, первые муравьи-разведчики обследуют новую территорию. Интересно, как быстро они обследуют весь лабиринт и доберутся до семян. На самом деле лабиринт был довольно сложный и муравьям понадобился целый день, чтобы пройти по нему. Но вот они все-таки добрались до семян, которые они теперь смогут перенести к себе в формикарий и пополнить свои запасы. Вот такая вот получилась подборочка из нескольких, на мой взгляд, интересных экспериментов с муравьями. Спасибо всем, ребята, за просмотр и до новых встреч! Ну и, конечно же, заходите на мой телеграм-канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok